Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам! Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ребята, вы знаете, мне кажется, пора уже Лёльке поработать над плачем. Над плачем и над слезами. Объясню почему. Потому что человек, который развивается везде и всюду, по всем направлениям, уже захватил, так сказать, своей персоной все социальные сети, не умеет вот так вот, да, экранно-постановочно, по-киношному, по-настоящему плакать. Тем более, когда у неё есть дочь. А мы все прекрасно видели, как Женя постигала искусство актерского мастерства и как она над ним работала. Вот почему до сих пор она не предоставит многомамке несколько, так сказать, бесплатных уроков в виде какой-то просто помощи для того, чтобы Лёля перешла на новый этап. Потому что, ну вот честно, смотришь на её слезы и кроме смеха это не вызывает ничего. Пора вот уже по-экранному, по-настоящему плакать. Потому что вот, да, очень часто женщины, когда не могут добиться какого-то результата от мужчины, да, вот так вот экранно плачут. Вот такая вот слезинка. Одна ляп, вторая ляп. И мужчина уже делает то, что хочет женщина. Ну и редко, когда мужчина, скажем так, может устоять перед женскими слезами. Вот одна из таких манипуляций тонких. А здесь, ребята, смотришь и вот потоки текут, реки, водопады с глаз, а результат нулевой. Поэтому однозначно я считаю, что Лёльке пора вот уже переходить на экранный вот этот плач. Потому что смотришь и вот это сопли хлюпают, Лёля ошмаркается, текут, текут, а результат всё тот же. Ну и вообще, я не знаю, мне кажется, уже даже у хомяков не вызывают слезы какой-то такой настоящей ответной реакции. Что человек плачет и у тебя логика какая? Пойти его пожалеть, пойти ему помочь. Нет, уже как-то всё очень привычно, одинаково, монотонно, поэтому и плакать, конечно, нужно по-новому. Они должны захотеть обнять и плакать Лёльку, а уже эффекта нет. Поэтому нужен следующий этап, вот этот профессиональный отработанный плач. Ну и дальше, конечно же, Лёлька сидит, звонит Александр и интересуется, что же там делает его любимая. Это занавес. Саша, а то ты не знаешь, что может делать твоя любимая. Только стрим, только попрошайничество и вот эти бесконечные сопли и слезы. Кстати, ребята, Лёля, как всегда, жалуется на то, что Ютуб не хочет её ранжировать. И теперь она считает, что не просто из-за того, что он ранжирует лучше блогеров с Украины, но ещё и вторая причина, что он не хочет рекомендовать блогеров из России. Большего бреда я не слышала. Возьмём «Буднемногодеточки», возьмём «Заимка», по-моему, или «Заимка» на Урале, в общем, не знаю, как правильно поправьте. «Деревенька под утёсом». Посмотрим элементарно их просмотры. И вот, блин, что же у Ютуба за двойные стандарты? Их он как ранжировал, так и рекомендует дальше зрителям к просмотрам. И просмотры у этих каналов топчик, реально держатся на уровне, и возьмём Лёлю. Ребята, понятно, вот её реально накрывает, и уже это очень чётко в стримах видно. Вот эти вот глаза безумные, такого с ней давно припадка не было. Почему? Потому что она прекрасно понимает, что канал умирает. Это вот как бизнес, да, когда ты пытаешься тужиться-пыжиться, там, из последних сил вытягивать его, когда он, если он у тебя в заднице, ты его тянешь-тянешь, а вытянуть просто не можешь. Вот последние потуги, да, ты пытаешься как-то ещё барахтаться, но уже безрезультатно. То же самое происходит и с Лёлиным каналом. Она делает эти все потуги, но результат всё тот же. Канал действительно проседает, и в просмотрах проседает капитально. И Лёлька действительно понимает, что она его теряет. Она теряет даже не так канал, как теряет зрителя. Потому что, согласитесь, какие бы люди сердобольные не были, но если они не последние идиоты, да, если они не последние лохи, рано или поздно приходит озарение. Рано или поздно ты начинаешь понимать и осознавать, с кем ты имеешь дело, если не понимаешь сразу. И, к сожалению, очень многие люди в розовых очках, да, вот они смотрят и хотят помочь. Но и даже розовые очки со временем слетают. Я видела, ребята, тех людей, которые действительно Лёльку очень сильно поддерживали. Особенно в начале, когда только началось вот это попрошайничество, вот эти вот сценические слёзы, очень многие рвали за неё опу. Вы даже вспоминайте, кто давно смотрит обзоры, что раньше её хомячьё творило на канале. Они прибегали просто как полоумные. И посмотрите, где они теперь вообще есть. Если один или два недобитка прибежали под ролик, то это уже хорошо. Потому что на самом деле их становится всё меньше и меньше. Посмотрите количество комментариев. Это очень показательно. То есть при таком большом канале комментариев просто ни о чём. А если ещё уберите вот этих Нин Иван, которые штампуют там, да, по 5-10 комментариев, Уваровых, которые там пытаются пыжиться и бороться с хейтерами типа, то вообще будет всё очень грустно и печально. Поэтому действительно Лёлька, как никто, понимает, что канал просел. Теперь скажу по поводу донатов. Ребята, я не верю в то, что сейчас прилетают объективно ей большие донаты. Она прекрасно понимает, что да, люди шлют. За счёт того, что там 3 или 4 таких более упоротых хомяка, которые шлют побольше, Лёлька ещё хоть как-то там перекрывается по деньгам. А так на самом деле донаты стали очень маленькие. И если сравнить даже те суммы, которые Лёлька собирала год или два назад, и то, что она собирает сейчас, это ни о чём. И плюс, я уверена, что в любом случае работает вот эта затравка, когда кто-то кидает донаты, тот же Лёша со своей карточки. Ведь мы-то не знаем номер его карты. И просто, да, вот Лёля показывает, ой, прилетел зайчик, ой, прилетел зайчик. Вот мне скинули деньги. А скинули ли их на самом деле? И поэтому, действительно, сейчас у неё нет вот таких доходов, которые у неё были на Ютубе, даже до отключения монетизации. Даже в период отключения частично вот этой, да, монетизации. Канал просел по просмотрам капитально. И Лёлька, как никто, осознаёт, что это может быть начало-конца её блогерской деятельности. Поэтому вот она и просит хомяков, посмотрите ролик, напишите комментарий. Но всё это уже не работает. То есть Ютуб прекрасно мониторит и видит, что если этот канал не интересен зрителям, которые когда-то на него подписались, значит он не интересен и другой аудитории. И он его не рекомендует. И Лёлькины слёзы теперь бесконечны по поводу того, что ролики на последних местах. Они действительно на последних местах. И в топчик вылазить категорически не хотят. И здесь к Лёльке пришло на самом деле осознание, озарение, что весь её канал и держится исключительно благодаря хейтерам. А если, ребята, ещё с этих просмотров отнять просмотры вот этих упоротых, которые смотрят по 5-7 раз ролик, и они прямо об этом и отчитываются. Или пишут, что я включила со всех там устройств ролик, на автовоспроизведение поставила. То есть снять вот этих упоротых, вообще картина будет очень грустная и печальная. Раньше Лёля могла удержать хейтеров именно названиями. Они кидались на названия и шли посмотреть, что же у Лёльки произошло. Чисто посмеяться, какую очередную трагедию многомамка выдумала. Теперь Лёлька понимает, что даже названиями, да, ты портишь, засоряешь свою карму. Я не знаю, там обратка какая-то идёт, хотя там бумеранг я не очень верю. Но сам факт, это работает. Потому что когда ты постоянно призываешь какую-то беду, это то же самое, да, если ты тонешь. Если ты постоянно будешь кричать, я тону, я тону, люди вначале бегут тебя спасать. А когда действительно начнёшь тонуть, всем будет абсолютно плевать, люди уже просто не поверят. Вот здесь происходит то же самое, так сказать, докричалось. Во-первых, минус карма, да, загрязнённая. Во-вторых, это каким-то образом работает так, что на самом деле у неё постоянно что-то происходит. Поэтому Лёлька и решила, да, убрать это всё, а без вот этих хайпажорских названий вообще всё очень грустно и печально. И даже хомяки уже не справляются с тем, чтобы хоть как-то вытянуть её ролики с полного ануса. Следующий момент по поводу её доходов, да, когда она постоянно кричит, я не зарабатываю, я не зарабатываю. Что, ребята, ну простите, нельзя заработать, когда ты сидишь и ничего не делаешь. Когда твой чувак мог параллельно работать и заниматься этим хозяйством. И если он даже не успевает, ты могла подорвать задницу, Федю своего подорвать. В конце концов, в доме есть помощница. И пойти перекрыть, да, вот это время, то есть ту работу, которую он не успевает, например, сделать. Но при этом он бы приносил в дом денег и обеспечивал вас продуктами питания. И вы бы напряглись. А так, ребята, да, ну показывает она ролики, шпарит она там это сливочное масло, топит его сыры и так далее. А кому ты это делаешь, если у тебя нет рынка сбыта? И опять-таки Лёля кричит о том, что, да, ей машина нужна для бизнеса. Когда машина нужна для бизнеса, и ты видишь, что в твоём селе, например, нет молоковоза, но просчитываешь элементарно, что ты этот обрат выливаешь свиньям, нормальный человек обратится в соседние сёла, свяжется с молоковозом, то есть не будет сидеть, да, он будет искать реальный рынок сбыта, чтобы получать с этого какие-то деньги. Узнает цену приёмки молока, а сейчас, понятно, цена поднимается, потому что начинается сезон молока, и он уже начался, то есть это не лето. И вплоть до того, что сам подвозит это молоко, либо где-то там пересекается с этим молоковозом и сдаёт это молоко. Это в том случае, действительно, когда тебе нужно заработать. А здесь, проще всего, вышло иное, только результата теперь от этих слёз нет никаких. Я думаю, ребята, даже хомячьё устало от вот этих постоянных страданий, потому что, как бы ни было, ты приходишь на YouTube и хочешь увидеть, да, не постоянно что-то плохое, какую-то положительную динамику, а здесь смотришь и понимаешь, сколько бы ты лёли не дал, положительной динамики нет. Человек никогда не бывает доволен, человек никогда не бывает, да, наеденный. Вот как ты, например, сел обедать, да, ты ешь, и ты насыщаешься, наедаешься, и на каком-то этапе ты останавливаешься, да, и встаёшь со стола. Мало того, часто говорят, что нужно вставать со стола с лёгким чувством голода. Но, опять-таки, это не лёлин случай, она конкретная обжора, знаете, вот она как действительно свинья, которая будет жрать до тех пор, пока дают. И вот здесь на каком-то этапе ты думаешь, блин, сколько можно эту свинью кормить? Да ну его нахрен! И, ребята, это не я её свиньёй назвал, это я просто провожу, да, параллели, сравнительный анализ. И ты, как бы, уже, да, прекращаешь вот этот откорм. И то же самое происходит и с лёлей. То есть они, хомяки, прекрасно уже многие начинают осознавать, что сколько ни дай, она не наестся никогда, она никогда не будет счастлива. И, кстати, это тот человек, который очень быстро забывает и переступает через прошлые заслуги хомяков и опять начинает их доить. Ну и, конечно, понеслось от лёльки. Ребята, вы не обязаны мне помогать закрывать кредит. Но при этом, если вы всего лишь скинетесь по 266 рублей, каждый из вас на стриме, то вы его закроете. Мне вот интересно, если хомячьё не обязано дать эти по 266 рублей, так какого хрена ты сидишь уже и ведёшь просчёты, сколько им нужно дать, чтобы закрыть твой кредит. И дальше, ребята, да, явился Саша на стрим, и началась, да, подъём, поднялась тема по поводу трэш-блогеров. Лёлька, ребята, оказывается, многомамка, которая не успевает ни пожрать, ни посрать, ни поспать, успевает посмотреть трэш-блогеров и проанализировать их контент. Прикиньте, как он не даёт ей покоя. Лёля знает о том, что за один стрим они собирают по 300 тысяч рублей. То есть сидят, бухают, маты гнут, дерутся, и 300к прилетает каждый стрим. А стримить они могут очень-очень регулярно. И представьте вообще Лёлькину реальную зависть к этим каналам по той простой причине, что здесь она не всегда умудряется даже десятку за стрим собрать. И при этом есть вроде бы все козыря, как Лёля считает, да, это и дети, и ферма, и Саша, и бывшие мужья-абьюзеры. В общем, есть полный, так сказать, набор, букет вот этой Молдавии, но при этом, да, ничего не происходит. А здесь вышел, морду набил, покурил, бухнул, и 300к к тебе прилетело. И вот здесь, по-любому, Лёлька думает, почему я не на их месте? И Саша возмущается. Саша, вот такое ощущение, ты возмущаешься, что им шлют бабки. Значит, вам, понятно, не хватает. И вы хотели бы, чтобы вам столько перепадало каждый раз. Почему ты, как мужик, сидишь возмущаешься, вместо того, чтобы идти работать и зарабатывать денег? И очень мне понравилась фраза Лёли по поводу того, что если она даже выйдет замуж за Сашу, то это абсолютно ничего не изменит. Ее дети так и останутся ее детьми. У меня возникает вопрос, а нахрена тогда выходить за него замуж? То есть, простите, да, но когда чувак берет женщину с детьми, то есть не берет, да, это неправильно сказано, неправильно сформулирована речь, но создает семью женщину, это говорит о том, что он готов взять на себя часть ответственности и за ее детей в том числе. А здесь вот интересно получается, Саша никому ничего не должен, но при этом хочет своих детей. Простите, а кто будет кормить уже тех детей, которые есть. И опять-таки, если в жизни так получилось, что их отцы проморозились, бабла не хотят давать, не дают, то в таком случае и ты должен как-то напрячься и помогать. А так вот интересная расстановка сил. То есть, Лёлины хомяки должны и обязаны, причем везде и всюду, и скотину Лёлину накормить, и коров новых купить, и двери для Саши поставить, машинку-бибику кредит проплатить, чтобы Саша и свою жопу в том числе на этой машине мог возить. Но при этом сам Саша никому абсолютно ничего не должен. Лёля, а своим детям, которые у него родятся, он хоть должен? Или он тоже так вот, вольный слушатель, залетел, вылетел, и до свидания. И спроса с него больше никакого. То есть, почему-то спрос с хомяков есть, а вот спроса с Саши нет никакого. И опять-таки интересно, нахрена такой поц нужен? Вот реально, в моем понимании, это поц. То есть, твои дети, это твои дети, я хочу своих детей, но при этом твои дети так и останутся твоими. Мне, типа, до одного места, что они будут есть, во что они будут одеты, и типа, ты столько выплодила, вот это твоя зона ответственности, и ты с этим расхлебывайся. И, кстати, как признавала сама Лёля, она вообще не понимает, зачем Саша женщина с 10 детьми. И я, честно говоря, не очень-то и понимаю, нахрена ему женщина с 10 детьми, если он никак на них не реагирует в финансовом плане. То есть, простите, а если завтра вот реально нечего жрать будет? Саша тоже будет рассуждать, что это твои дети, и думай, как их кормить. И я не знаю, почему хомяки еще не бьют тревогу, куда в очередной раз встреет Лёлька. И вот это вот он может в любой момент уйти. Лёля, ты уже закахала, ты уже просто заколебалась, его вот этим вот может в любой момент уйти. Когда ты постоянно, да, забиваешь себе бошку, что он может в любой момент уйти, и когда ты об этом говоришь, значит, ты больше всего боишься того, чтобы он не ушел. Вот чем больше ты его в жопу целовать будешь, рассказывать о том, что он может в любой момент уйти, рано или поздно он реально сквозанет. Это точно так же, как ты их пожорила на названиях. Вот тоже самое и здесь. Поменьше языком тренди, и тогда, может быть, твой Саша над тобой жалится и останется рядышком. Ну и, конечно, понеслось в те моменты, когда ребята писали, что Саша должен, да, как-то обеспечивать женщину, да, и семью ее. И это логически правильно. То есть, по большому счету, люди как-то вместе. Муж и жена петляют ситуацию. Кто-то работает вместе, да, там, и муж работает, и жена. Есть семьи, где мужчина работает, женщина дома сидит, но это уже решается внутри семьи. Но у каждого есть своя зона ответственности. Только у Саши этой зоны ответственности нет абсолютно никакой. Ну и Лельку понесло. Задело ее, что обижает Санька. И давай кричать, что ваши мужики тоже, типа, не в состоянии полностью обеспечить. Иначе зачем бы вы тогда работали? Ну, первое, не все женщины работают, потому что вынуждены работать. Это раз. Второе, многие женщины работают, так сказать, чтобы у них были на шпильке, на колготке свои личные деньги. В третьем случае, а почему, например, людям не работать вместе и не зарабатывать, если есть такая возможность? Лишних денег никогда не бывает. Сколько бы ты не зарабатывал, если есть возможность заработать больше, ты, конечно, эту возможность не упустишь и заработаешь. И опять-таки, Леля, причем здесь люди, которые работают и обеспечивают себя сами и свои кредиты оплачивают, там, я не знаю, ипотеки и так далее, к вам, к двум халуям и содержанцам сия Ютуба. То есть, когда ты кричишь, что мужчины ваши, вас не в состоянии содержать, но наши мужчины хотя бы это делают, хотя бы пробуют. Твой же просто сидит рядышком с тобой под бочком и просто тебя поддерживает и успокаивает, но при этом не делает ни хрена в сторону заработка, чтобы тебе многомамке помочь и хоть как-то облегчить житуху. Его абсолютно устраивает, что ты сидишь на стриме, клянчишь бабок и никак его это мужское достоинство не растаптывает, не уничтожает, не давит на него психологически. Это же работа, именно так это видит Саша. А он и будет так видеть, потому что для него это очень выгодно и удобно. Защищать тебя, так сказать, на поприще, на поле битвы Ютуба. И опять-таки, ребята, согласитесь, люди вместе работают, но при этом, да, вот повторюсь, они сами тянут свои какие-то хотелки, там новый автомобиль, новый дом, новую квартиру, неважно, новый холодильник и так далее. При этом, нет, никто не выходит с протянутой рукой и не говорит, блин, я вот тут взяла новую машину, дайте мне денег на кредит. У меня вот тут двое деточек, трое деточек, даже один ребенок, помогите, я не справляюсь. Поэтому, Леля, куда тебе проводить сравнение нормальных женщин с собой? Многие, повторюсь, работают, потому что хотят этого, либо хотят большего для своей семьи, но не сидят вот так вот, как ты, и не ноют, намного, как сказать, достойнее и порядочнее, чем ты. Поэтому не тебе уж открывать свое хайло в этом направлении. Ну и, конечно, как всегда, многомамка добавила, что пока у нее кредит, она не может развиваться. Она ставит цели, но понимает, что они будут достигнуты еще не скоро. Ну, Леля, да, здесь я могу согласиться. Твое хамячье действительно не справляется со всеми твоими поставленными целями и хотелками. Они просто не успевают даже передохнуть, они не успевают переключиться. Поэтому они где-то периодически и зависают, подвисают. Плюс, конечно, ЗП тоже у людей не бесконечное. И особенно после того, как ты сказала, что женщины работают, потому что мужья их не справляются. Так вот, если они еще перестанут работать, то тогда, Лелька, кто тебе будет отсылать? И опять-таки, вы знаете, мне интересно, кто вторые половины вот этих подающих, Леля. Потому что, мне кажется, любой нормальный мужик бы сказал, ты что, с головой не дружь, ну раз ты ей помогла, ну два, ну три, ну прости, когда она плодилась, она же с тобой не советовалась. И опять-таки, это ее зона ответственности, как у каждого человека, у каждого она своя, за своих детей, за свою семью. Так вот, возникает вопрос, а почему ей нужно давать? Ну и когда мужик понимает, сколько еще вот таких вот целей многомамка перед собой поставит, ему страшно, сколько его бабла просто уйдет в никуда. Ну и дальше, ребята, конечно же, Леля пообещала всем, что за миллион, если ей переведут, она и спляшет, и станцует, и даже бухнет в прямом эфире. Поэтому, хомячье, срочно соберите многомамки, лям, и увидите пьяненькую Лельку Быкову, еще и пляшущую. Ну и дальше, Леля рассказала, что ее дети, их, так сказать, дожали вместе с Сашей, и готовятся они к свадьбе. Возможно, летом она и будет. Она и состоится. Лелька, это дети дожали, или ты детей дожала, чтобы они дожимали Сашу, и он, наконец-то, на тебе женился. И, кстати, для меня непонятен вообще, выход замуж за него, если чувак не хочет даже сейчас брать на себя ответственность. Когда они женятся, это будет второй Женя Бе, который будет заниматься своей херней, бегать коровам на полтора часа и целый день сидеть просто рядышком с Лелей, вот по ручке ее гладить, обнимать ее, целовать. Ведь Леля говорит, что для Саши очень важен телесный контакт. Вот только телесным контактом он и будет заниматься. И, кстати, интересный момент, когда Саша зашел на стрим, Леля от него услышала запах коров. Представляете, ребята, это те моменты, когда Леля и уж ее хомячье, тем более, топили за то, что там скирильные животные не пахнут. Как оказалось, они пахнут. А я говорила неоднократно, что ни одно животное, ни одна корова не отличается от другой коровы. Запах есть у каждой из них. Любая собачка источает запах, кошечка, я не знаю, даже человек. Так что говорить за такое большое животное, как корова. И вот интересно, Сашок зашел, плюхнулся на кроватку к Лельке, а Лелька слышит штын говнища. И почему-то Сашу помыться, переодеться никак не отправила. И это говорит о том, что когда Леля ходила в одной куртке, куртке и в коровнике, в пир и в мир, вот результат. От нее воняло и воняло нормально. Так что делайте выводы о ее чистоплотности. Ну что ж, ребята, мой обзор подходит к концу. Продолжение, конечно же, следует. Всем пока, до новых встреч!